С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Государственная филармония Акимата города Астаны подготовила для публики мероприятие в одном из самых любимых народных жанров – Вечер романсов. Представление прошло на сцене Национальной картинной галереи «Астана». Концерт провели под сопровождением ансамбля народных инструментов «Сырарка». Один из самых любимых народных жанров – Государственная филармония Акимата города Астаны подготовила для публики Вечер романцев. Представление прошло на сцене Национальной картинной галереи «Астана». Концерт провели под сопровождением ансамбля народных инструментов «Сырарка». Для слушателей пели народные любимцы – солисты отдела классического вокала. Среди них заслуженные деятели Республики Казахстан Татьяна Хасьянова и Истай Мукашев, а также молодые, но подающие большие надежды – исполнители. Романцы очень хорошо ложатся на слух. Публика принимает их с удовольствием. Ведь есть очень много жанров, которые не так-то просто воспринимать на слух. Например, оперу или оперету. Тут нужно быть профессионалом, нужно разбираться в этих жанрах, чтобы любить их. А романцы любят все, и они поднимают настроение. В этот вечер на сцене была воссоздана романтическая салонная обстановка, и исполнители на протяжении всего концерта были частью действа. Ансамбль народных инструментов «Сырарка» вместо привычных национальных костюмов облачились в вечерние наряды. Солисты, в свою очередь, также выделились, выступив в ярких сценических костюмах XIX века. Я думаю, что жанр романца, он любим всеми и слушателями, и так и исполняемыми. Потому что это очень доступно широкому кругу зрителей. В чем сложность, наверное, потому что жанр довольно камерный. И вот в этом маленьком романце показать все чувства, всю глубину чувств, любви, какого-то эмоционального порыва или грусти. В программе вечера прозвучали знаменитые романцы самых разнообразных авторов. Среди них как произведения казахстанских, так и российских композиторов. Послушать любимую музыку собрался полный зал благодарной публики. Артистам подпевали, сопровождая их выступления шквалом аплодисментов. Представляем вам людей и знаковые события, которыми отметилась культурная жизнь Казахстана в этом месяце. Сагангали Сиитов поэт-писатель. Родился 20 ноября в 1917 году. В 1937 поступил на факультет языка и литературы Казахского педагогического института имени Абая. После окончания ушел на фронт. Служил в гвардейских минометных частях, работал во фронтовой печати. Позже был старшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР. Первый сборник стихов Сиитова «Большевики» вышел в 1951 году. Всего поэтам издано около 10 сборников. В 1967 году увидела свет книга избранных произведений автора «Эхо». Им созданы монографии за 40 лет, литература народов СССР, традиции Маяковского в казахской поэзии, дружба литератур, критико-биографические очерки о Габите Мусрепове, Сабите Муканове, Таире Жарокове. Работал Сиитов и как прозаик, и как публицист, и как детский поэт. На русском языке вышли сборники стихов «Капли на тополях» «Я всегда с вами». Сагангалис Сиитов награжден Орденом Красной Звезды, несколькими медалями Советского Союза и медалями Польской Народной Республики. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok